Всем привет! Меня зовут Нопольская Ксения, я преподаватель биологии в Школе Стабальный Репетитор. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что делать, если нет результата. Если вы готовитесь, но у вас нет результата, значит, вы неправильно готовитесь. Все. Значит, давайте разберемся поподробнее, в каких ситуациях такое может произойти. Первое. Вы готовитесь самостоятельно. Самостоятельная подготовка — это, на самом деле, самое сложное, что можно придумать. Потому что у вас нет человека, который бы вам показал, как нужно готовиться. Вы идете сами туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Хороший наставник нужен. Я самостоятельную подготовку не посоветую никому, потому что это действительно сложно. Вы идете по этому пути первый раз. И, естественно, вы соберете очень много шишек. Если вас ведет за ручку опытный преподаватель, то результат будет лучше, то вы дойдете быстрее, с меньшим количеством ошибок. Это очевидно. То есть это проверено на огромном количестве ребят. Я не говорю, что нельзя, невозможно подготовиться самостоятельно. Возможно. Но сложнее. И, опять же, если вы готовитесь самостоятельно и нет результата, нужно это менять. Следующее. Если вы готовитесь самостоятельно с репетитором, то, возможно, у вас плохой репетитор. Репетитор — это хороший способ подготовки. Если у вас хороший репетитор, вы успели к нему записаться, хороших мало, их быстро разбирают. Если вы можете себе это позволить. Потому что хороший репетитор стоит дорого, и 2-3 занятия в неделю с хорошим репетитором – это серьезная нагрузка для семейного бюджета. Но если вы готовитесь месяц-два с этим репетитором, и у вас нет результата, меняйте репетитора. Это не ваш человек. Возможно, он даже хороший специалист, но вас он научить не может. Третье. Я надеюсь, что вы все понимаете, что если вы готовитесь в школе на каком-нибудь факультативе с учителем, то это тоже не подготовка. Это можно рассматривать как некий доп, потому что полноценную подготовку школа к ЕГЭ обеспечить не может. В очень исключительных случаях, если это какая-то супер-пупер-крутая профильная школа, но опять же, тогда бы вы не смотрели это видео. Если бы у вас все было бы хорошо с подготовкой в школе, и были бы результаты, то зачем что-то менять? Онлайн-школа. Онлайн-школы тоже бывают разные. И есть очень слабые онлайн-школы с плохой образовательной программой, со слабыми преподавателями. И если вам кажется, что вы в своей онлайн-школе топчетесь на месте, если у вас нет прогресса, вам нужно менять онлайн-школу. Вам нужно менять преподавателя, менять, возможно, способ подготовки. Но что-то менять. То есть, ребят, для того, чтобы подготовиться на высокие баллы по биологии, вам нужно очень качественно и глубоко пройти программу. Вам обязательно нужен некий проводник, преподаватель, ментор, учитель, наставник, как угодно это назовите. Но тот, кто вас проведет за ручку к высоким баллам, тот, кто обеспечит вам мотивацию, хорошую практику. И именно тогда при грамотной подготовке у вас появятся результаты. Еще раз, если вы занимаетесь, если вы стараетесь, но нет результатов, значит, вы что-то делаете не так. Найдите того, кто выявит ваши ошибки и даст вам новый способ подготовки, и все у вас получится. Я желаю вам успехов на экзамене. Я надеюсь, что все получится. С вами была Ксения Напольская. Пока.